Происходящее на Украине мы обсудим с нашим гостем у нас в студии писатель-политолог Лев Вершинин. Лев Ремич, здравствуйте. Скажите, как вы оцениваете происходящее в Одессе? Ну, как вполне закономерно. Путч, а это именно путч, можно сказать уголовно-фашистский переворот, потому что среди организаторов и заказчиков того, что случилось на Украине, есть и идеологические нацисты, и прямые уголовники, имеют свою логику. Им необходимо подавить протест населения, подготовить страну к 25 мая, когда они пытаются легитимизировать свой переворот, проведя фарс выборов, который, естественно, будет тут же признан Западом, в первую очередь Соединенными Штатами. Кровь должна была пролиться. Больше того, к огромному сожалению, в таких городах, как Одесса, Харьков, Запорожье, где протест очень серьезен, а с другой стороны, хунте никак нельзя их терять, эта кровь готовилась. По идее, случиться это должно было в Запорожье несколько дней, ну, где-то две недели назад, где сорвалось благодаря тому, что даже у местных лидеров правого сектора сыграло что-то, не гуманизм, но сыграло что-то, ну, они не пошли дальше. Что получилось в Одессе? Одесса очень нужна путчистому. Как экономический центр, как политический центр, как порт. Поэтому было решено очень серьезный, очень мирный, ни в коем случае не вооруженный протест всех национальностей Одессы, включая и Украину, и украинцев, потому что не следует противопоставлять происходящее на Украине сейчас, как войну украинцев с русскими. Упаси Боже, это не так. Это фашизм, который угрожает всему населению национального Украины. И нет у фашиста, и нет у фашизма никаких рамок. Так вот, не так давно в Одессу прибыл с, как бы сказать, неофициальным визитом достаточно известный мультимиллионер Коломойский Игорь Валерьевич, ныне губернатор, или, как его называют в самом Днепропетровске, гауляйтер по методам Днепропетровской области, и провел совещание со своим местным коллегой Владимиром Немировским. Было решено сделать все, чтобы 9 мая не состоялась мощная, готовившаяся демонстрация, мирная демонстрация протеста, против хунты, против предстоящих выборов, против угнетения, вообще против торжества на Украине, криминалитета и нацистской идеологии. Было принято такое решение. Были подброшены силы, даже не то, что подброшены. Нанят под Одессой в Большой Дофиновке, в санаториях. Живет порядка 1400 наемников, как правило, из сотен Байдана, то есть бывших люмпенов, которым сейчас раздали оружие и документы, которых называют национальной гвардией, которые как были уголовниками, в общем-то, так и остались в основном уроженцы либо сельской местности, либо вообще Галиции, Львовщины. И, воспользовавшись удобным моментом прибытием в Одессу на матч харьковского металлиста с одесским черноморцем, какого-то количества харьковских болельщиков, на улицы вышли и эти люди, которые как бы ждали своего часа в Дофиновке. То есть вы считаете, что это была откровенная провокация? Это была сознательная, откровенная провокация, рассчитанная на кровь. Единственное, что когда губернатор Одессы, Одесской области Владимир Немировский озвучил предписанную фразу насчет того, что любые меры патриотов Одессы, направленные против сепаратистов, то есть против одесситов, которые ни сепаратистов, направленные на подавление протестов, он еще не знал, что запланирован один этап. То есть он был готов взять на себя все, что угодно своей губернаторской властью. Осветив насилие, осветив погромы, осветив избиение, он был готов запугать. Почему же ситуация вышла из-под контроля настолько? Почему все это напоминало действительно карательную операцию полицаев? А потому что, и вот я уже даже не поручусь, предполагал ли такие жертвы сам Владимир Немировский. Возможно, и предполагал, я допускаю. Но хочется надеяться, что все-таки, может быть, он не рассчитывал. Просто у истинных режиссеров было указание подавить протест в зародыши. Для этого надо было просто, чтобы милиция не сопротивлялась. Кстати говоря, по поводу действия милиции, как вам кажется, она проявила абсолютный непрофессионализм или это тоже была запланированная диверсия? По информации, которая у меня есть из Одессы, причем с обеих сторон. Потому что нормальные люди есть везде. И информация эта свежая, в ее точности я не сомневаюсь. Если бы милиция не расступилась, выполняя приказ губернатора, если бы милиция хотя бы стояла кордоном и не позволяла приехавшим гостям и наемникам господина, и наемному контингенту, скажем так, правого корпуса, правого сектора. Если бы милиция выполнила свой долг, то ее дисциплины, ее навыков, ее сил хватило бы, чтобы никакой трагедии не было вообще. Проблема в том, что милиция имела приказ мешать одесситам и создавать все условия правому сектору. Создавать все условия гостям города, создавать все условия так называемым патриотичным гражданам, громадянам. Результат налицо. Другое дело, я хотел бы, чтобы вам было понятно. В тот момент, когда милиция получила приказ не вмешиваться, а если нужно, то и помогать приезжим, еще никто не знал, что будут делать приезжие. А когда стало ясно, что приезжие настроены убивать, когда приезжие помчались на Куликово поле топтать старух и убивать топорами и мачете, подчеркиваю, они рубили людей мексиканскими мачете. На части, не говоря уже о том, что жгли, тут уже милиция ничего не могла сделать. Руководство милицейское не могло взять на себя ответственность отменить приказ губернатора и вмешаться в события, потому что это уже означало бы вступить в прямой бой с хорошо вооруженными боевиками. Хорошо вооруженными, к слову. К сожалению, формат передачи заставляет спешить. Но вот я не знаю, звучало ли у вас уже, что тела, вынесенные из Дома профсоюзов, там ведь не только сгорели, там ведь не только угорели, там были задушенные, там были застреленные. И на сегодняшний день, почему объявлено только про 46, что ли, хотя их где-то несколько меньше сотни, потому что категорически пока что действует запрет объявлять о тех, кого еще не собрали. Там порубленных много. Как вы думаете, вообще эта информация будет обнародована? И стоит ли рассчитывать, если не на объективное расследование, то вообще на то, что это дело будет расследоваться? Я абсолютно уверен, что в ходе трибунала над хунтой, а у меня нет никаких сомнений, что здоровые силы украинского народа сделают все, чтобы трибунал над хунтой состоялся без всякого вмешательства извне, тогда ответ на этот вопрос будет получен. Но если хунта укрепится и передаст браздые правления уже намеченному Америкой кандидату, господину Порошенко, то, естественно, все это уйдет в подполье. И, например, сейчас на украинских телеканалах идет дикая, чудовищная, кощунственная вакханалия. Людей, погибших обвиняют в том, уже, слава богу, не обвиняют в том, что они были российской разведкой или приднестровскими туристами. Потому что мамы и папы стоят, потому что по именам известны одесситы, потому что сгорел заживо депутат, живой депутат был Совета, ну куда же дальше. Следующим пунктом было, что они были пьяны, но потом выяснилось, что там чуть ли не члены общества трезвости одесского были. То есть, сейчас пытаются объяснить, что они сами себя сжигали, что они сами стреляли. Но доказано, известно. Собственно, вот люди, работающие в Борге, уже говорят, делают заключение. Огнестрел-то на них среди этих нет. Другое дело, что было какое-то, буквально одно слово, там была какая-то трудно понимаемая провокация на Дерибасовской, с которой все началось. Но учитывая, что инициаторами этой провокации были люди, состоящие, в общем-то, в близком кругу, некоего Андрея Юсова, главы местной организации «Удар» и давнего старого помощника претендента мэра Одессы Гурвица, то совершенно понятно, откуда растут провокации. Вам не кажется, что с помощью таких провокаций еще больше разжигается конфликт? Если это было сделано для того, чтобы что-то погасить в зародыше, то добились абсолютно противоположного результата. Я сижу вопрос, на ваш взгляд, как могут развиваться события теперь в Одессе? Мы видим, что на улице выходят сотни, а то и тысячи человек. Они осаждают городдел милиции. Они пришли к зданию сгоревшему профсоюзов. И так далее, и так далее. Конфликт нарастает, на мой взгляд. Знаете, я вам могу сказать так. Конфликт нарастает. Вообще разговор о том, почему и что происходит, это отдельная большая тема. У нас решительно нет времени. Я скажу так. Во многом речь идет о борьбе в киевских верхах. Там есть сторонники относительно мягкой линии, есть сторонники жесткой линии. И на данный момент мы видим, что победили сторонники жесткой линии в лице со стороны батьковщины. Допустим, господина Абакова. Ястреба, который требует и жаждет крови. Со стороны господина Порошенко, второго кандидата. Ну, извините, таких людей, как господин Наливайченко, таких людей, как господин Гурвиц. Которые заинтересованы в насилии, в установлении на Украине режима прямого и откровенного насилия. Как вы думаете, можно ли еще сторонам посадить за стол переговоров? Или ситуация уже абсолютно вышла из-под контроля? Ситуация перешла на тот уровень, где переговоры невозможны. И доказательством тому служит одно. Киевская сторона просто недоговороспособна. Вспомните переговоры в Женеве. Когда господин Дещица, выйдя из дверей, буквально через полчаса, объявил, что Киев не будет соблюдать никакие договоренности. Хунта. Возможно, я использую резкое слово, но ее уже так называют. Киевская хунта недоговороспособна. Любое ее слово. Заранее можно считать, что этого слова нет. Более того, я рискну предположить, что хунта провоцирует Россию на танки, самолеты, чтобы позвать НАТО. Но у меня нет никакого сомнения в том, что это понимают все. Как все понимают, что не нужны никакие танки, не нужны никакие самолеты, не нужна война между двумя частями единого целого. Украинский народ, как весенний Днепр, сметет их. Есть ли смысл в референдуме в сложившейся ситуации? Поможет ли он решить конфликт? Во всеукраинском референдуме. В референдуме на Юго-Востоке. Может быть, во всеукраинском, хотя с его проведением возникают вопросы, и вопросы невозможно провести, насколько понимаю, пока нет президента. Я поясню. Всеукраинский референдум, который предлагают в Киеве, это огромный блеф. Почему? Потому что как бы всей стране будет голосовать вся страна. А она оглуплена. Там страшная пропаганда идет. А она фактически голосует только за на Западе. Запад 100%. Ну, под автоматами. Взвинчен психоз. Если говорить о референдумах, то только территориальных. Луганск, Донецк, Одесса. После того, что произошло в Одессе, после того, что происходит в Славянске, в Краматорске, какой вопрос вы бы вынесли на этот референдум? И как этот референдум, когда мы говорим о физреализации, что мы вкладываем в это слово? Чем он должен завершиться? Какой может быть эта федерация? Лично я, но это только мое мнение сразу говорю, вижу, лично мне кажется, что федеральная Украина может и должна быть устроена по принципу Республики Боснии и Герцеговина. Это довольно долго объяснять, но там соблюдены гарантии для всех составляющих. Ясно, что унитарная Украина быть не может. Как конкретно за стол и обсуждать? Смотреть прецеденты. Смотреть финский прецедент, шведский прецедент, если говорить о языках, швейцарский. Очень внимательно присматриваться к Боснии и Герцеговинскому. На мой взгляд, это хорошо. Что касается выборов президента, которые намечены на 25 мая, вы уже сказали, что проводить их сейчас и в таком состоянии дело на Украине бессмысленно и более того, может быть, и даже нецелесообразно. Как вы думаете, если они все-таки будут проведены, к чему это может привести? Вызовет ли это еще больший конфликт, еще большее противостояние восток и запады? Давайте так. Господин Порошенко, который будет назначен президентом, не будет признан ни на юге, ни на востоке. Ему придется вводить войска, силы. Он будет признан западом, это однозначно, он подготовлен. Это кукла, которая создана для вполне конкретных целей. Я с трудом себе вижу. Придется вводить войска. Придется уже от лица как бы легитимного президента осуществлять все виды силового протеста. На сегодняшний момент я не гарантирую спокойствие даже в Одессе. Но после такого, поверьте, я не вижу, как можно Луганск, Славянск, Краматорск, Донецк. То есть, другими словами, если будут проведены выборы президента, если появится некая фигура, которая получит в понимании тех, кто эти выборы будет проводить, мандат на использование силы, то эта сила будет применена в еще более жесткой форме. Безусловно. И фактически можно об этом стопроцентно говорить. А это приведет, насколько я вас понял, к развязыванию фактически полноценной гражданской войны. Она уже сейчас есть. Простите, а как еще назвать то, что там происходит? Вот расходится мнение экспертов на этот счет. Стоит ли сейчас называть то, что происходит с гражданской войной? Или все-таки еще преждевременно об этом говорить? Но если ситуация будет идти по этому сценарию, конечно, я думаю, что двух мнений тут уже не будет. Лев Фремыч, я благодарю вас за комментарии и подробную беседу. Я напомню, у нас в гостях был член Полицовета Центра координации и содействия федерализации Украины.